Не вздумайте повышать насыщенность через Saturation, ведь вы рискуете получить пережаренные цвета. Для тонкой настройки цвета есть более совершенные инструменты. Меня зовут Максим Густарёв, и сегодня у нас формат лекции. Разбираем для многих непонятный, но очень функциональный инструмент Selective Color. Я научу вас сначала думать, а уже после крутить ползунки. Поехали. Открываем красивый портретик, идём в корректирующие слои и создаём инструмент Selective Color. Этот инструмент позволяет нам щадяще, без ужасных артефактов, локально изменять оттенки и плотность цвета. На выбор мы можем трансформировать любой из шести базовых оттенков и три яркостных диапазона белой, чёрной и нейтрали. Выбрав нужный диапазон, мы будем воздействовать на него четырьмя ползунками. Первые три отвечают за хроматику, за оттенок. А последний — за плотность цвета. Их можно крутить от минус 100% до плюс 100%. В самом низу вы найдёте тумблер с переключением методов вычисления цвета. Процент, на который вы изменяете цвет, будет перенесён в каналы в относительном или абсолютном значении. Скажу сразу, в большинстве кейсов вы будете работать в относительном режиме, поэтому тыкните его и забудьте. Ну а для особо упоротых я разжевал, как это работает в бонусном видео на Boosty Patreon. Конечно же, вы уже обратили внимание, что все четыре ползунка — это четыре базовых цвета пространства CMYK. И тут возникает вопрос. А почему именно эти ползунки? Почему именно Cyan, Magento и Yellow? Ответ я дам в конце видео, потому что для начала нужно объяснить базу. Все вычисления в фотошопе строятся на простой, с точки зрения математики, цветовой модели LAB. Но для пользователя лап непонятен. Куда проще и привычнее тыкать ползунки, к примеру, ХСБ, где отдельно можно менять оттенок, насыщенность и яркость. Но либо трансформировать цвет через Color Balance, балансируя между базовыми цветами RGB и It's Me. Аналогично Color Balance работает и Selective Color. То же самое, мать твою! Но, в отличие от других инструментов цвет коррекции, Selective Color строится на логике субтрактивного цветового пространства CMYK, где у нас появляется дополнительный канал K, ключевой цвет, который на практике отвечает за плотность краски. Чтобы разобраться в этой логике, нам нужно открыть круг HSL. Если не понимаете, что это такое, обязательно посмотрите вот этот стрим. Я два с половиной часа очень подробно на многих примерах разбираю, как он работает. Тут у нас шесть базовых цветов. Тройка цветов пространства RGB и тройка зеркальных цветов пространства CMYK. Каждая пара цветов — красный, циан, мадженто, зеленый, синий, желтый — и есть оси движимых нами ползунков. Вся прелесть круга HSL в том, что, представляя его, вы избавляете себя от бездумного дергания ползунков. Вот как это работает. Давайте создадим серый квадрат, выберем диапазон нейтралий, чтобы воздействовать именно на него. Изначально все наши ползунки обнулены, значит, мы находимся в центре круга. Если мне нужно сделать серый квадрат голубым, то нужно сместиться из центра круга вниз в циан по оси красный-циановый. То есть сместить ползунок циан на плюс 100%. И в результате наш квадрат станет голубоватым. Обнулив ползунки, я могу произвести аналогичную перекраску и в желтый, или в мадженто. Но что, если нам нужно перекрасить квадрат в зеленый? Из центра круга нам нужно сместиться вниз вправо по оси зеленый-мадженто. В инструменте Selective Color такой ползунок есть. Просто двигаем его в минус-мадженто. Готово, квадрат стал зеленоватым. Едем дальше, давайте обнулим ползунки. Теперь попробуем нейтрали сделать красными. Просто избавляемся от циана, смещая его на минус 100%, и эффект достигнут. Но его можно усилить, ведь мы использовали только один из доступных нам ползунков. Как нам нужно двигать два других, мадженту и желтый, чтобы усилить красный? Нам нужно смещаться в верхний сектор. То есть добавить мадженту и добавить желтый в равных пропорциях. Таким образом сумма векторов сместит нас в чистый красный цвет. Аналогичным образом эта логика применяется и к цветным маскам. Давайте откроем фотографию и изменим целевой цвет с нейтрально-серых на циан. Сейчас я хочу перекрасить цвет платья в мягкий травяной оттенок. Выбрав циан, я отдаю себе отчет, что область воздействия на круг HSL снизу. Сейчас при обнуленных ползунках стартовая точка вот здесь. И алгоритм прост. Моя задача сместиться по кругу против часовой стрелки ближе к зеленым цветам. По каким траекториям можно это сделать? К примеру, добавить желтый, который меня отсылает по диагонали вверх-вправо. И избавиться от мадженты, которая загрязняет нужный мне зеленый цвет. Сейчас мы перекрасили платье, изменили его оттенок. Но также у нас и яркость деформировалась. И чтобы изменять только оттенок, достаточно прибегнуть к хитрости. Просто поменять режим наложения слоя Selective Color на цветность. И вот глубина цвета возвращается. Сейчас мы задействовали две оси. И у нас осталась нетронутая ось красный циан. Что будет, если мы избавимся от циана на все 100%? Мы сместимся вверх. А это приведет нас к менее изумрудному и более салатовому цвету. Что мы и видим на самой фотографии. Платье из цианового перекрасилось в приятный салатовый. Несколько советов. Первое. Оно же главное. Потренируйтесь предугадывать получаемый цвет еще до движения ползунков. Держите HSL круг у себя в голове. И это точно поспособствует более быстрому пониманию инструмента Selective Color. Совет номер два. Если вы хотите почистить какой-либо цвет, начните с удаления ему противоположного. В большинстве случаев этого будет достаточно. Третье. Если вы крутите ползунки и у вас постоянно они зависают, глючат и тормозят, то обновите свой Photoshop. А еще лучше сделать себе лицензию. И здесь небольшая интеграция для тех, кто хочет, чтобы Photoshop работал без зависаний лагов с генеративной заливкой и другими нейрофичами. Хочу порекомендовать сервис OneSub, который уже не в первый раз появляется на моем канале. Через ребят вы можете оформить лицензионную подписку на тонну различных приложений и сервисов, в число которых входит полный пакет об обе. А это 25 плюс приложений. Разные фигмы, Кэпчеваны, разумеется. Также там доступны на аэросети Миджурнича от GPT. В общем, все, что нужно для работы с графикой. Что радует, развлечения также не обошлись стороной. Вы сможете посмотреть сериальчики на официальных Amazon Prime, Disney Plus и HBO. Ребята просто оплачивают подписку за вас, на ваш аккаунт. И вы пользуетесь приложениями без ограничений. Вот как это работает. Вы заполняете анкету. Называете почту, на которую не зарегистрирован ни один аккаунт об обе. Пароль для почты, кстати, не нужен. И оплачиваете подписку. Ребята ее активируют в течение суток. И у вас доступны все фичи лицензионного софта. Все просто как 2 плюс 2. Для любого фотографа будет достаточно базовой подписки на Photoshop и Lightroom. Она стоит 3500 рублей на 3 месяца. Это 1200 рублей в месяц. Официальная версия. На два устройства. С генеративной заливкой. Вообще кай. Если почитать отзывы, то видно, что много ребят-фотографов юзают OneSup. И я очень рад, что они уже больше года работают без косяков. Всех, кто мне пишет с просьбой Максима, плати нам что-нибудь из-за границы, я отправляю именно к этим ребятам. И искренне надеюсь, что об обе эту лавочку не прикроют. В большинстве случаев инструмент Selective Color вы будете использовать для чистки трех базовых главных оттенков. Красный — это цвет лица, цвет кожи. Зеленый — цвет травы, зелени в целом. И синий. Ну, как правило, это цвет неба. Давайте пробежимся по каждому из них. У нас есть фотография. Мы создаем корректирующий слой Selective Color. Выбираем красные цвета. И мы хотим сделать красный цвет более явным, более ярким, более насыщенным. Поэтому для того, чтобы красный сделать более красным, мы, разумеется, избавляемся от цианового оттенка. Я сдвигаю его влево. В нашем алгоритме удаление противоположного цвета всегда стоит на первом месте. После того, как мы это сделали, вторым действием мы добавляем плотность краски через ползунок Black. До тех пор, пока вы не получите нужный вам оттенок. Сейчас я работаю с инструментом Selective Color с целью сделать волосы более яркими, более красочными. Понятное дело, на всей фотографии цвет стал гиперкислотным. Поэтому я инвертирую маску моего инструмента Selective Color нажатием Command-I. Выбираю простую кисть. Прорисовываю маску только на волосах. Дальше я создаю новый корректирующий слой Selective Color. Теперь я хочу красные цвета. Проработать на заднем плане. Мне нравится текстура камня, но мне не нравится его цветность. Я на минус 100% двигаю ползунок Циан. На плюс 100% я двигаю ползунок Black. И тем самым цвет на заднем плане он проявляется. Но мне не нравится то, что он слишком красный. А я его хочу сделать немножечко желтым. Чтобы его сделать более желтым, мне нужно добавить желтый. Удалить мадженту. Ровно этим я и занимаюсь. Удаляю мадженту, добавляю желтый до тех пор, пока не получу удовлетворяющий меня желтый оттенок в скалах. Далее я останавливаюсь. И так как действие этого инструмента также повысило насыщенность кожи, элементарной маской я кожу верну в ее изначальное состояние. Но мне безумно нравится, как этот красный цвет проявился в коре дерева. Здесь появляется такой красный рефлекс. Далее новым слоем, Selective Color, также с красными оттенками, я могу более детально поработать с цветом кожи. Если он меня полностью устраивает, я его оставляю. Но допустим, я немножечко убавлю циан, чтобы сделать его чуть более красным. Но в первую очередь мне хотелось бы поработать с плотностью краски. То есть меня не устраивает насыщенность. Кожа какая-то бледноватая. Добавляя в красный цвет Black, я увеличиваю плотность этой краски. И в фотографии появляется немного объема. Далее мы создаем новый корректирующий слой Selective Color для работы с другими оттенками. И здесь я вас призываю к тому, чтобы постоянно создавать новые корректирующие слои. В этом нету ничего страшного, зато вы потом не запутаетесь. И всегда сможете какие-то слои скрыть, изменить их прозрачность, либо режим наложения. Сейчас я работаю с зелеными. Чтобы зелень сделать более зеленой, мне нужно избавиться от мадженты. Чистка мадженты сразу придает зелени более яркие тона. И вот чтобы эти тона сохранить, мы добавляем еще и плотность. До, после, до, после. Также вы можете поработать с оттенком. А какой зеленый вы хотите видеть? Вы его хотите видеть более желтым, либо более циановым? Если вы хотите уйти в циан, соответственно вам нужно добавить циан и избавиться от желтого. Я хочу, наверное, получить более циановые оттенки, поэтому я полностью избавляюсь от желтого. На минус 100%. До, после, до, после. На мой взгляд симпатично. Добавлять в зеленый циан, скорее всего, это ничего не даст. Причина тому модель, в которой мы работаем. Это все-таки субтрактивное цветовое пространство, которое меняет цвета за счет вычитания цвета, а не добавления красок. Создав новый корректирующий слой, я могу поработать с синими оттенками. У модели голубоватые татуировки и голубоватые шорты. Я выбираю циановые оттенки и хочу сделать их более явными, более выразительными. Для того, чтобы мне циан сделать более ярким, нужно добавить циан, то есть удалить красный. А так как просто так добавить циан в циан я не могу, мне нужно работать с параллельными каналами. Мне нужно работать с маджентой и еллоу. Мне нужно их отпустить, избавиться от желтого, избавиться от мадженты и тогда я смещусь как раз в циановый оттенок. Бах, бах, готово. Остается добавить немного плотности краски до, после, до, после. Мы видим, что наши синие оттенки также очень хорошо себя проявляют. Обратите внимание, сейчас наш корректирующий слой циан воздействовал не только на шорты, но и на зелень на заднем плане. Потому что в предыдущем корректирующем слое green мы зелень трансформировали в циан. Если вы не хотите, чтобы зелень у вас изменялась за счет корректирующего слоя циан сверху, не нужно создавать маску, достаточно его кинуть назад. То есть в тот момент, когда зелень еще не была циановой. И тогда корректирующий слой, который чист циан, он будет воздействовать только на действительно изначально оригинальные циановые оттенки. В результате наша изначально не особо насыщенная фотография достаточно хорошо почистилась. Не только почистилась, но она и трансформировала некоторые оттенки. Зеленый, цвет кожи, цвет волос стали более насыщенными. И это происходит очень мягко, без каких-либо артефактов, без огромного количества жестких переходов между двумя цветами. И это круто. Еще один пример. В этой фотографии меня не устраивает насыщенность. Мне хочется сделать яркость красного пятна на заднем плане более яркой. И также мне не нравится оттенок. Красное пятно маджентовое. Мне хочется поистине чистый. Более такой, знаете, японский красный. Поэтому я создаю корректирующий слой Selective Color. Выбираю маджентовые оттенки, потому что этот круг за головой модели маджентовый. И для того, чтобы его сделать более красным, мне нужно полностью избавиться от циана. Добавить плотность краски. И за счет ползунков маджента и еллоу сместить цвет в более желтоватые оттенки. Я на 100% добавляю желтого. И балансирую между ползунком маджента до поиска необходимого мне оттенка. Ну вот где-то на этих процентах можно остановиться. До, после, до, после. Также я могу создать новый корректирующий слой Selective Color. Выбрать уже красные цвета, потому что мы трансформировали круг в красный. И проделать очень похожее действие. Я удаляю из него циан. Вычищаю его от паразитных грязных оттенков. И добавляю в него большей плотности. До, после. Если вас круг устраивает, останавливаемся. Если вы хотите сделать его еще более ярким, никто не мешает вам просто-напросто продублировать Selective Color слой. Ну, сейчас он прям становится совсем уж кислотным. И в волосах появляются артефакты. Это не так хорошо. Поэтому я этот слой делать не буду. Оставлю его таким. Но я создам новый корректирующий слой Selective Color. И поработаю с циановыми оттенками. Я могу добавить плотность. Я могу циановый постараться сделать более циановым. И как мы помним, чтобы сделать циановый более циановым, нам нельзя просто так взять и добавить цианов-циан. Это не работает. Это субтрактивное цветовое пространство. Оно чистится за счет удаления цвета. Поэтому мы с вами удаляем мадженту и удаляем желтый. Желтый я удалю прям на 100%. А за счет мадженты я буду балансировать цвет между циановым оттенком и между синим. Ну вот в данном случае здесь вы можете найти необходимый вам оттенок. И за счет плотности сформировать его насыщенность. До, после. Уже сейчас вы можете добиться с помощью инструмента Selective Color очень чистого цвета на своей фотографии. Но если вы хотите чуть более глубже погрузиться в этот инструмент, посмотреть на его скрытые механики, обязательно подпишитесь на Boosty Patreon. Туда я дропнул видео-урок, в котором разобрал несколько нестандартных примеров и достаточно творческого подхода к использованию инструмента Selective Color. Теперь вы являетесь джедаями инструмента Selective Color. А теперь ответ на вопрос, почему же все-таки мы работаем с ползунками CMYK, а не RGB. Все очень просто. Photoshop был придуман задолго до популяризации цифровой фотографии. И в первую очередь он был ориентирован на предпечатанную подготовку. Инструмент Selective Color имеет оболочку субтрактивного цветового пространства CMYK, потому что там есть отдельный ползунок K, ключевой цвет, черный, она же Сажа, который отвечает за плотность краски в печати. И именно из-за печатного наследия, если выбрать черные цвета на фотографии и попытаться изменить черный квадрат, добавить в него, к примеру, циан, квадрат не станет голубее, потому что в нем уже с точки зрения плотности красок максимальное количество циана, 100%. По логике печати для придания черному квадрату цианового оттенка из него надо исключить другие краски, к примеру, мадженту и еллоу, и тогда квадрат станет менее плотным, он окрасится в циан. И этот факт опять подтверждает мой совет. Для чистки цвета удаляйте противоположный ему цвет, а не добавляйте его самого же. На Boosty Patreon вы можете скачать PSD-файлы, посмотреть, как я кручу ползунки Selective Color, ну и, разумеется, тем самым вы поддержите мой канал, ведь именно благодаря этой поддержке я делаю новые видосы. Надеюсь, и этот был полезным и интересным. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. И увидимся. Пока.